Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире указ президента республики Западная Армения, заседание парламента республики Западная Армения. Российские миротворцы в Арцахе обеспечат безопасность сельскохозяйственной деятельности, сообщает Минобороны РФ. Президент Арцаха принял мэра Еревана. У Армении будет торговый атташе в Иране. Защитник прав человека и депутаты Совета Европы призвали ЕС предпринять особые шаги для освобождения пленных армян. Произведения Тиграна Мансуриана и других армянских композиторов прозвучат в Москве. Окаменелость черепахи возрастом 7,5 миллионов лет будет выставлена в городе Кесария, республики Западная Армения. Указ президента республики Западная Армения под номером 87 от 13 апреля 2021 года. О назначении министра по чрезвычайным ситуациям республики Западная Армения. Президент республики, принимая во внимание статьи 76 и 13 Конституции, принимая во внимание статью 77 Конституции, указывает. Статья 1. Назначит Аршака Багратовича Вартаняна в должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Западная Армения. Статья 2. Министр по чрезвычайным ситуациям является членом Совета национальной безопасности Республики Западная Армения. Статья 3. Решение будет опубликовано в официальном вестнике Республики Западная Армения. Карин 13 апреля 2021 года подписал президент Арменак Абрамен. 14 апреля 2021 года состоялось очередное заседание парламента под председательством спикера Национального собрания Западной Армении Леонардо Басмаджана. В заседании приняли участие депутаты Западной Армении из США, Сирии, Аргентины, Арцаха, Восточной Армении и других стран. В повестку дня заседания вошли следующие вопросы. Конституционный закон по Нахичеване. Замечания, обсуждения и или предложения. Конференция-семинар о том, что такое Западная Армения. Новые идеи. Ближайшие мероприятия и события национального масштаба. В ходе заседания развернулась острая дискуссия по вопросам, включенным в повестку дня. Обсуждение вышеуказанных вопросов будет продолжено на следующем заседании. А до этого будет подготовлен законопроект о Нахичеване. Также будет определена дата проведения семинара. Российские миротворцы в Арцахе обеспечат безопасность сельскохозяйственных работ на полях прилегающих границы. Об этом сообщает в Министерстве обороны Российской Федерации. По информации ведомства, арцахцы будут проводить сельскохозяйственные работы на полях, которые российские саперы очистили от взрывоопасных предметов. Операция почти закончена. В этом году она прошла без сбоев благодаря миротворцам. «Мы надеемся, что к осени благодаря нам у местного населения будет достойный хороший урожай», сказал Сергей Жмулин, заместитель командующего российскими миротворческими силами. 14 апреля президент Республики Арцах Арай Карутюнян принял мэра Еревана Айка Маруцяна. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с расширением сотрудничества между двумя столицами Армении, на которой также присутствовал мэр Степанакерта Давид Сарксян. Должность торгового атташе Республики Армения будет открыта в Исламской Республике Иран. Как сообщает Армен Пресс, проект решения по этому поводу включен в повестку дня заседания правительства 15 апреля. Учредить должность торгового атташе Республики Армения в Исламской Республике Иран. Резиденция в городе Тегеран говорится в постановлении. Торговый атташе Республики Армения в Иране будет находиться в здании посольства Республики Армения в Тегеране. Вопрос о немедленном освобождении и возвращении армянских пленных из Азербайджана обсуждался в Европарламенте 12 апреля, в ходе которого омбудсмен Республики Армения Арман Татуян выступил со специальным докладом. Он использовал международное давление на Азербайджан, чтобы предотвратить новые преступления. Как сообщили Армен Пресс в офисе защитника прав человека, обсуждение было инициировано выступившим с докладом руководителем группы «Дружба Армения ЕС» в Европарламенте Лукасом Фурласом. В заседании также приняла участие Марина Калюрант, глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте. Защитник прав человека Республики Армения Арман Татуян сообщил, что 9 апреля он обратился в Комитет Министров Совета Европы с просьбой о немедленном возвращении всех пленных с армянской стороны, незаконно задержанных в Азербайджане. Все участники, а именно омбудсмен Республики Армения и депутаты Европарламента призвали Евросоюз предпринять конкретные шаги по освобождению армянских военно-пленных. На концерте «Исповедуюсь сферой» ансамбль квеста мюзики разнообразия солистов исполнит произведения Тиграна Мансуриана, Коми Тасса, Нерсеса Шнорхали и итальянского композитора Лучано Берию. Концерт состоится 16 апреля в галерее НИКО в Москве. «Исповедуюсь сферой» так называется произведение Тиграна Мансуриана, которое станет ключевым на концерте. В результате трехлетних раскопок в городе Кесария в Республике Западной Армения в исследовательском центре продолжаются работы по очистке и укреплению окаменелости черепахи возрастом 7,5 миллионов лет, обнаруженные 8 месяцев назад. Работы ведутся, чтобы очистить и исправить окаменелость, и ради подготовки для демонстрации потребуется еще несколько месяцев. На различных раскопках в этом районе были обнаружены окаменелости возрастом 7,5 миллионов лет, принадлежащих слонам, жирафам и лошадям. Раскопки на берегу водохранилища впервые обнаружили окаменелость черепахи возрастом 7,5 миллионов лет в августе прошлого года. После различных технических вмешательств подготовка к выставке завершена. Окаменелости будут выставлены в музее естественной истории, который будет построен в ближайшем будущем. Тот факт, что существует так много окаменелостей, доказывает, насколько древняя цивилизация и жизнь в Западной Армении. И мы хотим еще раз напомнить вам, что армянский народ является коренной нацией в этом регионе. Далее для вас армянская народная песня Маргери Олора. Маргери Олора Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин